И сейчас приглашаю на сцену Марию Востокову. Она руководитель направления онлайн-поддержки Bittrex 24. Расскажет о том, как построить коммуникации с клиентом в открытых линиях. Мы уже несколько лет перешли на открытые линии и поддержим клиента именно в этих каналах. И сейчас Марина о всем это расскажет. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Меня хорошо слышно? Спасибо огромное, что дождались до вечера. И все-таки вы в этом зале. Это очень приятно. Значит, тема интересная, актуальная. На самом деле, конечной целью сегодняшнего доклада моей было бы идеально, если бы у вас у всех появились открытые линии. Но давайте подробнее. Значит, здесь есть статистика. Эта выборка допускала множественный ответ. И клиенты отвечали, что они делают в интернете в среднем. И удивительное дело, тренды меняются. Люди идут не сразу покупать. Они сначала сравнивают, хотят совета. И некоторые, конечно, готовы купить. Вот здесь 42% указаны. Но надо понимать, что сейчас в современном мире у нас больше всего путь до первого касания, до покупки стал длиннее на 12%. Это означает, что ваша аудитория ведет себя уже иначе. Она стала более избирательная. Ей важны совсем другие методы, которые раньше не требовались. И именно поэтому мы сегодня говорим с вами об инструменте открытых линий с той позицией, что вы захватываете через этот инструмент коммуникации клиентов, общаетесь с ним. Я после этого буду говорить, как там, будут цифры. Но важно понять, что вы решаете еще одну важную задачу. Когда к вам приходят из социальных сетей люди, они оставляют вам контактные данные. И это признак, что они пришли именно из мессенджеров и социальных сетей. И важно понимать, что в этот момент вы решаете последующую задачу подогрева и повторных продаж. Потому что как только вы забрали эти данные себе в CRM, вы можете с ними работать бесконечно. Вот этот цикл как раз открытой линии для вас. Это первая и важная точка входа, поймать клиента, чтобы он вам первым оставил свои данные. Если он вам не оставил имейл или какие-то свои признаки, то вы не сможете его подогревать. Вот месседж такой. А кстати, знаете, как появились в продукте открытые линии? Bittrex 24. Есть мнение, что один из наших топ-менеджеров пришел к своим знакомым, увидел, что у них все в компании довольно хаотично. И менеджеры общаются в различных социальных сетях, мессенджерах. Трудно управлять, трудно организовывать. И появилась вот эта светлая идея сделать такой инструмент нам. Отчасти мы еще решили две своих проблемы этим инструментом, об этом позже. Но вот такая штука. И если возвращаться немножечко в прошлое, наверное, ни у кого здесь, ну 100% даю, нету пейджера с собой. Отлично. То же самое сейчас подумает поколение, которое подрастает, когда мы говорим с ними об имейл. Это тоже устаревающий инструмент. И при опросах люди, как правило, сейчас молодые, не оставляют свою электронную почту. У них их нету, этих имейл-ящиков. Поймите, что ваша аудитория меняется еще с позиций каналов, которые они выбирают. Теперь детальнее про каналы. Вы тут спрашивали цифры. Это данные реальной пользователей Bittrex 24. И чаще всего используют, как вы посмотрите, Facebook на втором месте ВКонтакте. Дальше Viber, Instagram, Telegram и так далее. Часть каналов я убрала, они не такие существенные. Но посмотрите, тренды, опять же, социальные сети, мессенджеры. Если их сравнивать, то социальные сети уже более активны. Выборка значительная. Это все пользователи Bittrex 24. Потом у нас есть вот новое поколение, как мы без пейджеров, они без имейл. Есть важное понимание, что когда вы общаетесь, вы продаете. Коммуникации равно продаже. Вы решаете при помощи открытых линий вопрос о том, что вы в едином месте общаетесь и контролируете все каналы. Об этом Вася подробно говорил, Василий. Но важно здесь понимать вот объем того, что происходит в принципе сейчас с рынком, с продуктом Bittrex 24. Вот это огромное число означает, что ваши конкуренты с большой вероятностью уже здесь, уже общаются со своими клиентами через эти каналы. То есть если вдруг вы присутствуете здесь, и у вас этот инструмент еще нет, нет этого инструмента, пожалуйста, обратите внимание. У нас мощные сервера, которые справляются с нагрузкой. У нас ежедневно более 12 тысяч только через Facebook идет переписки. Здесь жизнь кипит. Значит, это наши практические выводы. Как же все-таки эффективно общаться? Вот вверху важная цифра, что при быстром ответе клиенту, а вы понимаете, да, что медленный ответ, это можно в принципе не отвечать, он никому сейчас не нужен, все хотят быстро. Вот на 30% больше была конверсия, и есть конверсия, среди наших клиентов Bittrex 24, которые обращаются за консультацией. То есть те, с кем мы поговорили, в 2,5 раза лучше у нас конвертируются в продаже. И клиенты сейчас, в тот момент, когда они ищут совета, сравнивают, уходят с вашего сайта, делают вот этот длинный путь. Помните, да, вот этот первый слайд был. Здесь очень важно, что в этот момент вы их можете поймать, проконсультировать и снять все сомнения, как раз при помощи открытых линий. Значит, здесь про новые привычки я уже говорила, не будем повторяться. Главный механизм, который вот рассказывал в работе, как открытые линии в принципе функционируют, нам важно посмотреть на центральную часть. Вы внутри компании можете настроить любые алгоритмы, очереди, распределения, время ожидания между людьми. Это важно и удобно. Клиенту в то же время получают ответы там, где он задал вопрос, а ваши операторы в едином интерфейсе. И дальше существенно посмотреть, что у вас сохраняется история, если у вас, например, спорные случаи с клиентом, или вам нужно решить какие-то важные моменты. Есть переписка, история, есть возможность общаться с любого устройства. Приватный режим в чате, про него будет отдельный совет. Это кратко слайды. Значит, основной месседж, основная мысль, главное вашего преимущества, вы должны быть быстрыми. Быстрые во всем. То есть вам нужно рассказать вашим менеджерам, как работать эффективно. В частности, вот, например, смотрите. Если вы ответили быстро про продажу, я уже упоминала, но в малом бизнесе и в среднем бизнесе важен признак следующий. Вы не обязательно должны нанимать отдельного оператора на то, чтобы он отвечал на открытой линии. Тот же человек, который у вас работает с заказами, отвечает реальным клиентам. Дайте ему еще один источник общения, установите мобильное приложение, дайте ему наш чат, и таким образом вы сможете быть с этим клиентом всегда на связи. Просто поясните этому менеджеру простыми словами о том, что надо отвечать на чат. Все. И, в принципе, история малого бизнеса, это, как правило, есть те, кто малый бизнес, не продажи. Связано вот такая вот история. А чем вы занимаетесь, скажите, пожалуйста. Вы подняли руку. А, разработка. Ну, то есть вы не продаете, а разрабатываете? Ага. Ну, тогда мы можем отдельно после доклада обсудить, как мамы могут помочь отдельно на открытой линии. Но в остальных случаях мы понимаем, что если ваш клиент уже к вам пришел, и вы его некачественно долго обслужили, он, скорее всего, уйдет сравнивать к другим, к конкурентам. И вот здесь, к сожалению, наверное, на фоне слабовато виден совет, я его зачитаю. Есть возможность использовать каталог быстрых ответов. Что это значит? Это не равно базе знаний, но вашему оператору вы можете настроить несколько вариантов приветствия, прощания, чтобы разнообразно и не шаблонно отвечать вашим клиентам. То есть это не должны быть вот прям шаблоны, чтобы он выглядел как робот. Это отдельная история. Говорите с клиентом просто оптимальнее, быстрее с мобильного приложения или с компьютера. Только вот, например, за счет быстрых ответов первой реакции. Значит, этот слайд вы уже видели. Смысл в нем в том, что мы себе настроили чат-бота именно вот таким образом. Смотрите, нам приходит клиент. Он заинтересован в Bittrex 24. Мы начинаем его расспрашивать о том, как именно для какого бизнеса он использует наш продукт. Продажа непростая периодически. У клиентов различные сценарии. Но чтобы ему помочь, наш чат-бот ему а, высылает какие-то ссылки на документацию поддержки, которую мы пишем. Мы высылаем ему ролики на YouTube, где он может посмотреть актуальные новинки. Мы ему рассказываем о том, что у нас есть партнеры. То есть наш чат-бот инициирует в определенный день жизни портала определенные действия. И таким образом с нами общается значительное количество людей, которые хотят ответов. И тогда уже подключаются живые люди. Но вот эту рутину первичную мы снимаем за счет чат-бота. Вам как раз партнеры могут настроить подобные алгоритмы любого типа. Продавать, рассказывать о себе, задавать вопросы, ну все что угодно. Это чат-боты, мудрая штука. Значит, скрытые сообщения. Есть такой инструмент внутри открытых линий, когда вы нажимаете на перечеркнутый глаз и отвечаете клиенту, не клиенту, а в чате появляется скрытое сообщение. Как нам это пригодилось? Если мы вводим в должность новичка, который вообще ничего не понимает и растерялся в чате, мы даем возможность ему подключить какого-то старшего оператора. И этот человек реально в режиме суфлера подсказывает верный ответ. Таким образом и новичку не страшно, и наставник, и клиент все счастливы. То есть вот эти скрытые сообщения, это может быть как резюме о клиенте в результате долгой переписки, или, например, вот помощь тем, кто только что входит в должность, и ему страшно в чате. История открытых линий для крупных компаний, это, как правило, история коммуникации и технической поддержки. То есть действительно, я думаю, вы были в тех ситуациях, когда вас загоняют в какой-то канал, крупная компания, идите на наш сайт, вводите логин и пароль, задавайте там вопрос, или вы там в колл-центре, долго висите, ожидая ответа. Вот мы как раз, как крупная компания, решали вопрос технической поддержки, переходя на чаты, открытые линии. Те же самые истории. Мы хотели быть быстрее, отвечать, более клиент-ориентированно, ускоряться. И вот в этом случае, чем отличается механизм в крупных компаниях от колл-центров? Колл-центр может работать с одним и тем же человеком, одновременно только с одним. А чаты позволяют мультизадачность. Вы, ожидая ответ от клиента, можете консультировать других клиентов. Ну и в принципе для компании удобный интерфейс, единый. Мы не говорим о том случае, когда есть огромный-огромный бюджет на какие-то сложные системы. Это действительно альтернатива. И сегодня в презентации Сергей Рыжиков говорил о том, что крупная компания, мэрия Москвы, Мосру, уже использует как раз вот инструменты открытых линий. Как эффективно контролировать менеджеров? Тут самое ключевое. Вы определяете задачи и стараетесь их как-то упростить и минимизировать. Ну, просто пойти от простого к сложному. Важно дальше установить самые понятные и простые показатели, которые вы хотите изменять. Но важно также следить за KPI. KPI — это те метрики, которые вы ставите, которые начинаете отслеживать, чтобы ваши менеджеры работали лучше. И тут ключевой мыслью является то, что вам нужно относиться к этому как к эксперименту, как ученые, которые понимают, что бывает результат положительный, отрицательный и нейтральный. Как только вы вписываетесь в историю KPI, нужно, я не знаю, набраться дзен-буддизма и начинать это постепенно. И непрерывный цикл. Как только вы вступили в принципе на этот путь, поймите, что вы уже преуспели. Потому что ваши конкуренты, если об этом не задумались, вы уже впереди. Но цикл определить задачи, установить показатели, отследить KPI, он бесконечно корректируется и ходит по кругу. Как у нас это происходило? Приготовьтесь к тому, что будет много манипуляций и магии. В силу естественного желания человека заработать, это нормально, когда люди хотят обойти ваши показатели. Вот у нас как раз это происходило. Приготовьтесь к манипуляциям и магии. Возможно, вы найдете верное решение, не с первого раза, это естественно. Вот про грабли, вилы и веревки, как раз какие у нас магии возникали, это вот история. Значит, мы хотели быстрее отвечать клиентам, у нас вплоть до суток иногда ожидание ответа происходило, и клиенты были недовольны. Ну, очевидно. Какие показатели установили? Мы считали количество решенных обращений, то есть закрытых чатов, автозакрытие или закрытие оператора. Мы следили, насколько быстро оператор взял в работу чат, это его первая реакция, как клиенты оценивали консультантов, и насколько руководитель считал, что его чат успешен. Важно понимать, что оценка руководителя и оценка клиента периодически разнятся. Клиент может на эмоциях оценить хорошо, а руководитель найти неточность. И когда мы все это делали, у нас абсолютно интересная картина возникла. Люди делились на две группы. Те, кто работал давно, получили через полгода эту задачу по KPI, а те, кто пришел с нуля, они уже на интервью, на собеседовании слышали от нас, что нужно реагировать быстро. Вот мы говорим про второй параметр, скорость первой реакции. И мы как ни бились об стену, реально по-другому не выходило. Ребята не хотели реагировать быстро. По разным причинам. Находились куча разных вариантов, что они только не делали. В итоге количество комбинаций, как мы перебирали с ними варианты, выстраивали очередь, время ожидания, тип распределения, на всех одновременно, по очереди. Ничего не помогало. В тот момент, когда мы уже опустили руки, мы нашли одну из комбинаций, там вот перебором, которая сработала, совершенно когда я уже в это не верила. Были те люди, которых пришлось уволить, потому что степень их магических способностей уже была на грани этики. И вот в этом случае вы просто понимаете, что если вот такая история, лучше расстаться с этим человеком. В остальных случаях, что у нас срабатывало с магией? Мы просто обозначали, что мы увидели эту манипуляцию. То есть в обычном разговоре писали, ребята, вот вы делаете то-то, то-то, не надо. И прекращалось. То есть иногда человеку важно просто отметить, что мы его заметили. Вот какая магия в целом в принципе происходила. Это реально на открытых линиях, на инструменте, что можно творить с чатами в принципе, чтобы получить себе выгоду. Вы можете подвесить, закрепить диалог, открепить его через неделю и закрыть потом, чтобы клиент уже, если он на негативе, он захочет в принципе с меньшим шансом вас оценить негативно. Он остынет. И таким образом срабатывало, что процент дизлайков, то есть негативных оценок был меньше у менеджера. Шаблонные ответы, то есть сделали себе прям файлик с вардом и писали все одинаковое клиентам. Тоже вот. Сброс негативных и сложных чатов на вторую линию. То есть как только человек подогретый задает сложные вопросы, отдавали коллегам, пусть те разбираются и получают свои плохие оценки. И отправляли в диалоги в спам, если диалог был с высокой вероятностью, опять же, негативной оценки. То есть спам у нас инструмент, когда мы помечаем, что человек пишет, я хочу познакомиться из Саудовской Аравии, пишет нашим девушкам обаятельным. В этом случае этот диалог спам. В остальных случаях редко, когда спам. Но вот обычные клиенты попадали в такую историю, пришлось обозначать, что мы это заметили. Теперь посмотрите, что происходило. Вот на том слайде написано, что вы такая терпеливая эта редкость, когда надумаю жениться, приеду за вами. Это реальный диалог, когда клиенты пишут нашим операторам благодарность, ну в такой шутливой форме, но справедливо. До 40% клиентов, которые приходят сейчас в чаты, стали нас оценивать, именно пожелали оценить либо положительно, либо отрицательно. Из них до 90, сейчас по моим параметрам, 97% индивидуальный индекс консультанта, когда клиентам ставят положительную оценку консультантам. Это средний показатель 93,7. Ну то есть представьте, из всех 100%, только там малое число людей считают, что поддержка консультантов работает плохо. Сейчас мы уже в третий раз корректируем формулу KPI, и это не последний раз, потому что магия какая-то продолжается, и это все не просто проходит. Но когда вы начинаете эту штуку делать, приходите, входите во вкус, и появляется желание измерять новые данные, чтобы работать еще лучше. Вот я сейчас сделала такой скучный-скучный слайд, он у вас останется в презентации, но он практический. Справа показатели количественные больше. Минимально, вот я перечислила, сейчас прочту вам, что можно измерять в целом еще, чтобы быть эффективнее. Есть еще, ну про KPI я могу говорить очень долго, есть качественные возможности, там измерять качественные показатели. Но важный момент. Если вы что-то не предусмотрели в вашем KPI, и на выходе в конце месяца у вашего сотрудника высокая зарплата, из-за того, что он там наколдовал, вы не заметили, еще что-то, вы не должны его за это наказывать. Это ваша управленческая ошибка. Постфактум наказывать некрасиво. То есть если вы пришли в эту систему, доработайте KPI в следующий период. Это принципиально, потому что иначе следующие попытки внедрить KPI будут просто саботироваться всеми возможными способами. Будьте честны, старайтесь упрощать формулу, и лучше ее потом наращивать. И в принципе вот показатели, что вы можете. Нам сейчас критично важно будет измерять среднее время ожидания. То есть можно же быстро отреагировать, написать привет, и будем считать, что KPI выполнили. А сколько на самом деле ждет клиент внутри чата, это важно. Как быстро он получает решение. Количество обращений или процент обращений закрытый в срок. Процент заявок, которые выполнили с первого раза без повторных обращений. Важно же, чтобы проблема решилась, человек не вернулся с повторным вопросом таким же. Процент обращений, чтобы клиенты много нас оценивали, время обработки заявки. Это вот я остановилась, потому что у меня мало времени на презентацию. Это только начало всего того, что вы можете измерять. Ну и я жду ваших вопросов в наших открытых линиях. Марина, спасибо большое. Подожди, не уходи. Ну вот, ответь на вопрос, который прозвучал еще на прошлом докладе. Какие каналы более эксплуатируются, скажем так, какие каналы больше пишут клиенты? Ну, нам чаще всего пишут с трех каналов. Именно вот если берем каналы, то Facebook очень активно. Основная переписка в нашей работе – это через порталы Bittrex 24. То есть мы консультируем новых клиентов и поддерживаем тех, кто на платных тарифах. Но наша история показывает больше Bittrex, чаты, а каналы, вот еще раз перечислим, Facebook у меня был, потом идет ВКонтакте, дальше идет Instagram, Telegram и так далее, Viber третьим. То есть, в принципе, по популярности они примерно равны. Но я вам скажу, там есть феномен в аналитике. Мы ее сюда не стали давать, она спорная. Но есть ощущение, что входящий поток комментариев, которые получаются через открытые линии в Instagram, тоже очень велик. То есть вам большое количество людей туда может писать, а ответов там существенно меньше. По ответам, исходящих из Bittrex 24, лидирует также Facebook. Спасибо большое, Марина. Давайте отпустим. Спасибо.